В этом году День Победы стал самым необычным за всю 75-летнюю историю Великого праздника. Впервые 9 мая россияне отмечали онлайн. Все торжественные мероприятия были перенесены, в том числе и парад на Красной площади. Любоваться грандиозным салютом можно было лишь из окон и посредством интернета и телевидения. Владимир Путин выступил с поздравлением, была и минута молчания. После речи главы государства в небе над Москвой появились ВВС России. Авиаппарат стал самым масштабным по числу задействованной техники. Фракция ЛДПР в честь 75-летия Великой Победы провела торжественный онлайн-митинг. Конечно, мы, когда будут сняты все ограничения, приедем на Красную площадь. И перед нами пройдут наши доблестные войска. И мы увидим ветеранов, которым уже 95 в среднем. И бессмертный полк пройдет, как он и ходил раньше. Но пока из-за этой страшной болезни правильно сделали, что отложили. Поскольку нельзя рисковать здоровьем. Тем более, они все старшее поколение. Им 95, кому-то 100, кому-то больше. День Победы. Почему на Западе стараются принизить нашу роль? Зависть. Зависть, потому что такой войны больше никогда не будет. А значит, не будет и Победы такой. Трудно делать героями тех американцев, которые ворвались в Ирак, арестовали и уничтожили президента Ирака. Какой героизм? А Гренада, Куба, сейчас Венесуэла, в Африке. И, конечно, только вот Вторая мировая. Но обмануть-то не удастся. Сами американцы снимали хронику, и все прекрасно знают, что такое, так сказать, эта война. И кто сыграл главную роль, если сравнить с автомобилем, то у него много различных частей. И бензобак, и кузов, и фильтры. Но есть двигатель, без которого автомобиль не пойдет. Вот двигателем Победы во Второй мировой войне была русская армия. Мы всегда будем отмечать Победу. Это замечательный праздник. Это мужество, на которое способны только русские солдаты. В связи с карантинными мерами праздничный митинг ЛДПР прошел без традиционной многотысячной аудитории. В зале присутствовали не более двух десятков человек, которые строго соблюдали необходимую дистанцию. Все остальные желающие могли присоединиться к митингу через интернет. Всех нас здесь объединяет то, что мы несем гордое звание не только депутатов Государственной Думы, фракции ЛДПР, но и потомков победителей Великой Отечественной войны. И нам необходимо делать все возможное для того, чтобы мы смогли приумножить и защитить память и достижения наших дедов и прадедов. Конечно, к сожалению, в связи с возрастом, в связи с болезнями они уходят. И есть преемственность поколений. Всегда в нашей стране можно было получить рост в социальном лифте в вооруженных силах. Будь то это царская армия, будь то советская армия или сегодняшние дни. Поэтому сегодняшними преемниками ветеранов Великой Отечественной войны являются ветераны боевых действий. И я хотел бы сказать, что в Комитете Государственной Думы по обороне, по вашему поручению, как первый заместитель председателя комитета и депутаты Государственной Думы, фракции ЛДПР, мы делаем все возможное для того, чтобы ветераны боевых действий сегодня в Российской Федерации получали достойную защиту со стороны государства и поддержку. Потому что в самые трудные времена для нашей страны именно те профессионалы, которые имеют реальный боевой опыт, в первые ряды встают в качестве штурмовой ударной единицы и резерва верховного главнокомандующего. И как вы действительно верно заметили, ни в коем случае нельзя допускать, чтобы на серьезные профессиональные должности управленческие попадали люди не по своим морально-деловым, этическим и профессиональным качествам, а исключительно по партийной номенклатуре. Поэтому я хотел бы сказать, что все, что мы можем сделать под вашим руководством, мы будем делать, чтя память наших ветеранов и наших победителей. Российская Федерация по праву является преемницей Советского Союза и все признают то, что именно русский народ внес существенный вклад в победу над немецко-фашистскими захватчиками. Впервые парад победы на Красной площади в Москве прошел 24 июня 1945 года. Им командовал маршал Константин Рокоссовский, принимал парад заместитель верховного главнокомандующего маршал Георгий Жуков. В конце шествия к подножью мавзолея были брошены 200 знамена разгромленных немецких войск. Второй парад, посвященный победе в Великой Отечественной войне, состоялся только 9 мая 1965 года. Тогда по Красной площади впервые пронесли знамя победы. С тех пор дата стала всенародным праздником и выходным днем. Депутаты ЛДПР рассказали о роли военных парадов в жизни нации. Конечно, мы этот праздник будем праздновать еще многие-многие столетия, потому что такой великой победы не было никогда в мире. И, скорее всего, уже такой огромной войны никогда уже в мире и не будет. Поэтому это, как говорит Владимир Владимирович Жириновский, это была самая масштабная, самая кровавая, но последняя мировая война, которая была именно в таком формате, когда огромные армии воевали друг с другом. Поэтому, конечно, для нас, для всех граждан, не только России, но и всех бывших наших республик, и для тех стран, которые участвовали в победе над фашизмом, конечно, это величайшее событие, величайший праздник. Такие события, как авиационный парад, морской парад, глобальный парад, который мы обязательно проведем в честь 75-летия нашей победы, это все, наоборот, поднятие боевого духа солдат, это поднятие хорошего настроения у наших граждан и поднятие иммунитета. Потому что любые хорошие эмоции, положительные, улыбки, радость, это всегда улучшает иммунитет. А когда у нас на дворе бушует вирус, конечно, хороший иммунитет, это хорошее подспорье. Нам не довелось познать наших дедов. На самом деле, ведь не всем. Сегодня, в мирное время, сегодня есть и дедушки, и бабушки, а тем, кто подрастал в годы войны, у них не было этого. И передача информации, опыта, мудрости из поколения в поколение, что осуществлялось, здесь был разрыв. Понимаете? То есть, белое пятно и вот эти моменты, они тоже оставляют, ну, такой вот маленький шрам, наверное, на теле или на душе. Вернее будет вот это, наверное, термин этот. Почему и говорю, что это очень такой, ну, щепетильный день, когда и вроде стоит и помянуть, и в то же время остались же и победители живыми, и их поздравить. И вот эти вот моменты, они очень тонкие, очень нежные. И история, она не терпит издевательства над собой. Понимаете? Когда-то все равно все встанет на свои места. Все встанет. И вот эти политические ребрейдинги, которые происходят в истории, они тоже отметутся. Это тоже уйдет, как шелуха. Вот она осыпется и останется одно тело, то святое. На самом деле, вот как сказал Владимир Вольфович, никто не сможет совершить такого подвига, какой совершил советский народ. 9 мая – это, знаете, время такое, такой день, когда нужно на самом деле размышлять над многим. И над хорошим, и над плохим, и над праздничным, и над трагичным. И вот в этом празднике склялось все. Вот это вот очень серьезный праздник такой. Знаете, и когда он происходит в тишине, это тоже, наверное, правильно. Мы праздновали. Вот 20 лет мы не праздновали этот День Победы. В 65-м году начали праздновать. Сейчас праздную. Может быть, на самом деле нам опять сигнал. Подумайте, поразмыслите, почему все это произошло, из-за чего. Россия отметила 75-летие Великой Победы. Можно уверенно сказать, что праздник состоялся. Нам не помешала даже самоизоляция. Радостных эмоций было не меньше, чем в те времена, когда люди собирались вместе на улицах и площадях. О том, как в Москве отмечали Великий Праздник, в нашем следующем материале. Слушали песни, смотрели фильмы, вспоминали наших гидов. А потом вечером в 9 часов у нас жильцы наших домов устроили салют, ну как бы импровизационный такой. Выключили свет, то свечку, то фонарик от телефона. Я думаю, что хоть какое-то ощущение было праздника. Думаю, да, следовало. Раз уж не было ни парада, ни бессмертного полка, то какое-то мероприятие нужно было провести. Дом Победы! Дом Победы! Дом Победы! У меня к этому часу все новости. Я напоминаю, что наш канал вы можете смотреть в режиме онлайн в Ютубе. Берегите себя и будьте здоровы. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok